У нас есть много разных праздников. День сисадмина, день юзабилити или 2 августа, ну вы поняли. А есть особенные праздники, например, те, которые случаются только один раз. Привет, добитатели интернета и мобильных сетей, это droider.ru. Как вы уже, наверное, догадались, речь пойдет о том, что 21 октября 2015 года это тот самый день, в который отправился Марти Макфлай в фильме «Назад будущее 2». Как видите, все сбылось, вокруг сплошные летающие машины, дети на ховербордах и... и все. Но на самом деле мы решили сделать сегодня, в этот день, обзор гаджета, который действительно стал реальностью. Один из немногих, который предсказывал The Mickeys в своих фильмах. И это кроссовки Air Mag. Раз такое дело, начнем с распаковки. И еще сперва я хотел бы сказать спасибо магазину TommyBrown.ru, который нам предоставил этот гаджет, эту пару гаджетов. Там прикольная подборка девайсов, на самом деле, которую мы с Валерой курируем. Так что зайдите, подпишитесь в Инстаграме и ВКонтакте и следите за обновлениями. Ну а мы начинаем. Хочу обратить ваше внимание на коробку. Здесь вот есть такой смешной логотип и надпись «Магнетик антигравити». Видимо, используется какой-то антигравитационный магнит внутри этих кроссовок. Окей. В 2011 году компания Nike, которая, собственно, и в фильме производила эти кроссовки, выпустила лимитированную версию Air Mag. И сейчас оригиналы этих кроссовок стоят на eBay очень дорого, в районе 7-8 тысяч долларов. Конечно, это недосягаемые цифры для большинства из нас, но, к счастью, существуют копии и реплики, которые выпускают и можно купить. Производители говорят, что это даже лицензионные копии. Ну, я точно не знаю, конечно, но по тем обзорам, которые я видел в интернете, они выглядят точно так же. Ну что, готовы? Вот они. Air Mag. Раз и два. Точно такие же, как у Марти. Давайте посмотрим, что еще есть в комплекте. И потом перейдем к самим кроссовкам. Ну, собственно, тут ничего особо нет. Тут коробка такая большая. Также массивный кусок поролона для того, чтобы все это не болталось. И, конечно, зарядка. Зарядка американская, то есть, действительно, это копия предназначена для американского рынка. Есть проводочек обычный USB-шный, так что даже если у вас дома нет вот такой розетки, можете заряжать при помощи обычного USB-зарядника. Провод устроен таким образом, что можно заряжать одновременно оба ботинка. Ну, а теперь смотрим на кроссовки. Та-ра-да-та-та-та-та-ра-да. Тут эпический план должен быть. Ну, сразу скажу, что они автоматически не зашнуровываются, как в фильме. К сожалению, пока до этого технологии не дошли. Есть обычные размеры от 41 до 45. У меня 41, хотя кроссовок, видите, достаточно большой. Шнурков здесь нет. Есть вот такой прикольный фиксатор на липучке. Причем он даже снимается. Можно его отделить и, видимо, носить без него. Но удобнее с ним. И, на самом деле, он работает очень удобно. Вот здесь под этой белой плашечкой есть мини-USB зарядка и кнопка включения кроссовка. Что она делает? И они загораются. Горят вот здесь вот три светодиода и вот здесь вот два больших светодиода синим снизу. Подсветка такая же, как и в оригинальном фильме. Что касается дизайна, дизайн полностью копирует фильм. И здесь вот эти вот странноватые немножко разводы. Сзади надпись Nike Mag. Я не эксперт и не обзорщик кроссовок и одежды, но мне кажется, что все качественно, хорошо склеено, прикольные материалы. Что касается времени жизни от батарейки, это несколько часов от 5 до 8-9 часов. Ну, понятно, что каждый день включать эту подсветку вы не будете. То есть это для каких-то особых моментов, особых событий. То есть в основном, если носить, кроссовки скорее всего без лампочек. Но вечером, например, если идете на какую-то тусовку или на Хэллоуин, я не знаю, можно включить и порадовать себя и окружающих. Я уверен, что огромное количество людей найдется, которые будут узнавать на улице эту обувь. И, конечно, это какой-то особый, очень крутой экспириенс. И поэтому сейчас давайте, наконец, их померим. Класс! На самом деле, в отличие от саги «Звездные войны», «Назад в будущее» — это те фильмы, которые девчонки тоже очень сильно любят. И, мне кажется, это в том числе неплохой пикап-гаджет такой. Застежки выглядят вот так. Вы пришпориваете сначала внешней частью, вот эту вот липучку потом продеваете и второй раз пришпориваете. Ну, что могу сказать? Они удобные. Но обратите внимание, такие крупные достаточно кроссовки. Похожи на какую-то обувь астронавта, наверное. То есть, летом, возможно, в них будет жарковато. Сейчас вот по такой погоде, типа, плюс 5, плюс 10. Ну, вообще, самое то ходить. Если, конечно, не мокро. Вау! Блин, очень классно. Я прям какую-то суперсилу чувствую, серьезно. Для того, чтобы лучше было видно, как работает подсветка, сейчас спустимся в подвал, там где темно. Знаете мои обуви? Ух, это прикольно. Да, Коля. Так, ну что, где темно, где темно? Ну вот, Валер говорит, что уже круто и видно, как светится светится. Вау, это очень круто светится. Я помню, в детстве у меня были какие-то такие светящиеся кроссовки, когда ты наступаешь, они загорались. А здесь они постоянно светятся. Соткаться? Да, давайте, конечно. Угу. Марси-курильщика. Ботинки же не видно. Зато видно жилетку и все дела. Вовремя. Пока. Пока. Когда я говорил про пикапы-гаджеты, я не совсем это именно увидел. На этом заканчиваем обзор и анбоксинг. Это были кроссовки AirMac из фильма «Назад в будущее», часть 2, из 21 октября 2015 года. Кстати говоря, о цене стоят они совсем не дешево, 18900 рублей. Понятно, что это не обувь, которую вы покупаете на каждый день. Это скорее какая-то уникальная вещь для фанатов или отличный подарок людям, которым нравится этот фильм и эта серия. Еще раз спасибо магазину TommyBrown.ru, который нам эти кроссовки предоставил. Купить их можно прямо там. Количество ограничено. Размеры с 41 по 45. Будут продаваться с 20 октября по 31. Кстати говоря, неплохой вариант для Хэллоуина, если вы вдруг любите наряжаться. И обратите внимание на мой специальный аутфит, тоже в честь годовщины. Unbelievable. Мне кажется, сейчас происходит исторический момент, когда уже наконец все, что было в фильме «Назад в будущее» перестает быть будущим и превращается в прошлое. Скупая мужская слеза у меня подступает в этот момент. Есть много гаджетов, хороших, плохих, но есть особенные гаджеты. И мне кажется, вот эти кроссовки, это как раз одни из них. Эрмэг, они называются. Спасибо, что посмотрели этот обзор. С вами были Борис Веденский и Валерий Истюшев. Это droider.ru Подписывайтесь на наш канал, будут другие видео. И до встречи в будущем. Стоп, мы уже в будущем. Мы уже в будущем. Мы уже в будущем!